Следственным отделом по городу Бердску завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего бывшего дежурного отдела полиции. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации. Халатность, то есть неисполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе и обязанностей по должности, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, повлекшее по неосторожности смерть человека. Следствием установлено, что 28 марта 2021 года обвиняемый заступил на службу в качестве помощника оперативного дежурного. В ночь с 28 на 29 марта в отдел полиции по сообщению об угрозе убийством своей жене был доставлен мужчина, который вскоре был отпущен домой в связи с отсутствием оснований для задержания. Спустя несколько часов в дежурную службу отдела полиции из экстренной службы 112 поступило сообщение о том, что в квартире, откуда ранее доставлялся указанный гражданин, слышны громкие крики женщины, которая просит о помощи. Однако фигурант по делу, который в это время находился в помещении дежурной части 1 и должен был выполнять все обязанности дежурного, своевременно на поступившее сообщение не отреагировал и никаких мер по притечению противоправных действий мужчины в отношении своей супруги не принял, в результате чего женщина, просившая о помощи, была убита собственным мужем. В ходе следствия вину в совершении криминируемого деяния обвиняемый не признал. Следователями были допрошены свидетели, изъяты аудио- и видеозаписи из дежурной части, проведен ряд следственных экспериментов, которые показали в том числе, что в случае своевременной реакции дежурного на поступившее сообщение, сотрудники полиции могли прибыть на помощь потерпевшей в течение трех минут, что могло спасти женщине жизнь. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу.